Ирина Ивановна Паскевич – опошняя владельница Жамчужины Гомельщины Палаца Румянцевых и Паскевичев. У истории нашего региона она покинула глубокий след. И навод сегодня память о ее добрых справах заховывают особные будинки областного центра. Колисти узвеченные по ее указу шануют княгиню и в стенах самого палаца. Так случилось, что буквально в канун дня памяти Ирины Ивановны Паскевич, 14 апреля, открыта была усыпальница для посещения гомельчанами, гостями города. После реставрации мы решили совместить эти два события, вновь вспомнить княгиню Ирину и рассказать о удивительном культовом строении, которое состоит из часовни и усыпальницы подземного сооружения, и которые были построены ради памяти семьи Паскевичей. Ирина Паскевич активно удиленит шеловой экономичным и социальным жития Гомеля. Княгиня будовала и финансово забеспечивала школы и жановшее училище. На ее сродке была узведена и мужчинская классичная гимназия. Зараз это корпус Белорусского державного университета транспорта. Дякую, что ей працовал детячий притулок, допомагала княгиней больницам. В день памяти Ирины Паскевич у белой гостиной палацы были огучены факты за ее життя. Однако и зараз в биографии княгиней состоится немало таямниц. До сих пор мы не знаем точную дату рождения Ирины Ивановны. Предлагаем всевозможные усилия, чтобы найти хоть какие-то документы и узнать точный день, когда родилась наша Ирина Ивановна Паскевич. В этом плане ведется огромная работа. Свой опошний притулок Ирина Паскевич не знайшла у фамильной паховальни. Она померла в 1925 году от заполения легких и была пахована каля Петропавловского собора. По одной из версий, в 30-х годах минулого 100-го года я ее перепоховали на Новиковских Мойлках. Теперь на этом месте находится Студенский сквер. Однако докладного подтверждения такому факту так само нема. В уголе больше сучасных историков лежит, что прах княгиней застался на территории собора. Разом с тем, убачить в образ опошней госпадыни Гомеля можно и сегодня на названной у я ее гонор в улице Ирынинской, где удячные гомельчане поставили ее памятник.